Увидела и тапки потеряла. Ой, здравствуйте, люди добрые. Екатерина, что-то вы поздновато сегодня. Так я еще даже там не расстелилась. И мы сегодня поздно как-то и вы не одни. Нет, я не поздно, просто я пока вот это, у меня шесть ходок в одну сторону, потом вот так вот нагружусь, ой, господи, как у меня. Ну ладно, пошли мы погуляем и вы раскладывайтесь, потом подойдем. Может какую-то крышку есть? Ну да. Есть наша штука старинная, USSL, набор для вышивки, снять надо крышку нам. И мы посмотрим. Не-не, вот рукой снять крышку, крышку за руку. Задра, сейчас сильная пылка меняет. Вот такая бумажечка и здесь такие штуки. Ну это как для аппликации, готовая аппликация. Очень интересно. Так, сейчас подумаем, спасибо. Набор ниток. Старинный, там черные нитки в бобинах, бобины деревянные. Такая интересная штучка. Без крышки, наверное, что-то ставилось. Здесь, по-моему, все новое, ничего не видели. Это польет. Все винтарь, все прибалтика. Наверное, все каталожное. Красивая вещь. Это мы показывали. Кто-то не видел. Сережки, их можно достать? Да. Сережки, это серебро. Вставочки, это стекло или цикло? Да, пока сейчас такая цена. Да, я ее так положу, да. Это новая, но она вот уже продана, говорят. Такая вот стальон. Новая веточка. Претри все новая веточка, а вот 4 даже. А где-то металлургой. А где-то металлургой выворачивали. Парапелл. Сережечка. А где-то, Сережка. Я подъехал. Сережка. 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 Да. А где-то? А где-то? Я говорю, а что ты не сказал? Скоро подобные показывали. Вот новый вариант приехал. Чем он отличается? Камень, камень. Там автуралка здесь. Вот, смотри. Четыре. Четыре. Вот это здорово. Сколько медальон посла шведского? Я не обидел. Он вытер. Скоро ногами. Скоро ногами. Я еще помню, состояние. Светарь. Броши. Сереги. Эти самые жилья. А, по-моему, что же 875. Посмотри, тоже. Скоро ногами. Угу. Угу. Большая, крупная такая. Угу. Угу. Знаешь, что меня спрашивали? Угу. 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 Может, конечно, это перисточный какой-то вариант? Ну, какая-то термак. Не поленились тут какой-то этот самый. Ну, не знаю, как Адидас, а вот Олимпиада 80 точно модит. Даже китайцы подделывают сумки. види какая гармошка. Вот это да. А я играю. Пусть берут неуклюжие кошекоды полоса. Аа, жива. А я играю, жива гармошки у прохожих. Жива. Что за значок? 80 Олимпиада, блатное пацаны. Вообще рабочее юбилей. Одна лягушка, но она, я не знаю как она работает. Здесь ключ должен быть, но его нет, заводится. Прикольно. Голографическая открыточка. Для чехол чехольчик, натуральная кожа, притом такая, знаешь, серьезная. Это такая бычья толстая. То есть он уже лет 50 живет на этом свете и еще столько проживет. Минимум это. 23. На весь подъезд можно. Сейчас не делают, такая широкая часть. Как называется это еще раз скажите. Либо бук-энди, бук-хэнди. Как-то вот правильно надо посмотреть. Отпорки для окна. На полку, на стол. Становится какое-то количество окна и вот это держатель. Какое дерево? Ну, я думаю, либо африканская ренга, либо какая-то из разновидностей. Сколько стоит? 1200 гривен. За пару. Все такое джазы. Зона 1000 гривен. Положен. Сколько? Латун. 800 гривен. В хорошем состоянии. До интерьера. Их пользоваться можно. Воду можно кипятить. Заваривать там. Ну, кофе я не знаю. Скорее всего, я так думаю. Ну, можно и кофе заваривать. Через излив нежелательно. А тогда все в другую сторону. Ну, и через излив, да. Будет забиваться остатками. А так водичку добавлять. Красиво. Губовые яблока. Ну, короче. За ваши деньги. Это шкатулка. Сахарницей назвали. Те, кто продавали, назвали сахарницей. Я говорю, так и было подписано. Со цветами тис. Друзья, приветствую вас на канале. Давайте приступим теперь к разбору наших находок. Начнем с вот этих рыбок салфетниц. Они с одинаковым клеймом. Это конец пятидесятых. Начало шестидесятых. Коростинский фарфоровый завод. В двух вариантах. Уже готовая подборка. Есть еще более редкие. Они вертикальные. Вот это самый распространенный раскрас. Вот это тоже достаточно редкая рыбка. Двести пятьдесят гривен и триста гривен. Если заберете две, две за пятьсот. Так что, пожалуйста, подумайте. Они без сколов, без трещин. Есть потертости, но минимальные. За это время понятно, что даже просто если смахивали пыль, мыли, то все равно какие-то незначительные потертости на статуэтках имеются. Такие рыбки. Вполне приличная сохранность, по моему мнению. Далее. Вот это, по-моему, у нас полонная. Тигр. Вот здесь вот такое клеймо. Честно говоря, еще не было времени. Я не смотрела точную информацию по данной статуэтке. Вот такой тигренок. Если это не полонная, поправьте меня в комментариях. Целенький, без скулов, без трещин. Среднего размера статуэтка. Четырнадцать сантиметров длина и по высоте где-то шесть сантиметров. Сто пятьдесят гривен. Удобно брать вот так за хвост. Так и хочется, чтобы это был какой-то молочник или что-то. Наливать жидкость. Но удобно его переставлять вот так за хвост. Дальше две чашечки. Городница. Без скулов, без трещин. Вполне приличная сохранность по золотой и краске. 150 гривен за две чашечки. Где-то на 200 миллилитров приблизительно. Орнамент нанесен вручную. Далее одна чашечка из сервиза Барбарис. Они бывают в разной форме. Вот такая вот чашечка. Внутри рисунок. 150 гривен. Состояние хорошее. Незначительные потертости есть. Но, опять-таки, уже много лет. Тонкостенный фарфор. Хороший, легкий. Качество хорошее. Даже просвечивает. Видны пальцы на просвет. Далее. Это у нас без клейма. Но, похоже, это Полонский завод делал. В 50-е годы. Вот такие пудреницы. Здесь у нас рельефный фарфор. По-моему, это листья дуба. Тоже сохранность вполне приличная. Потертости есть, но незначительные. Она небольшая. Тоже легкий, тонкостенный фарфор. Без скулов, без трещин. Вот эти неровности, это производственные. То есть, это при отливке, как бы, недоливой массы. Вот такая вот у нас пудреница. 800 гривен. И она очень подходит к конфетнице. Сейчас я покажу. Тернопольского завода. Тоже в продаже мы показывали. Она целенькая. Есть незначительные потертости. Также по позолоте она глазурная. Здесь все очень хорошо. Это у нас Тернопольский завод. Если что, там тоже бывают, как бы, споры по поводу того, какой завод делал эту конфетницу. У меня есть фотография из каталога. Каталог, правда, современный. Не старый. Коллекционеры делали. Так вот, как бы, они утверждают, что это именно Тернопольский фарфоровый завод. Тоже, думаю, 50-е годы. И вот они очень-очень друг-друг подходят. Тоже, возможно, вы заходите собрать такую серию. И ЛФЗ тоже делали в такой стилистике в 50-х годах. Предметы и чайно-кофейны, еще какие-то. Ну, вот я помню, однозначно, ЛФЗ тоже делала в такой стилистике предметы. Рохотные вазочки. Одна у нас, скорее всего, это Васильковская керамика. Ручная работа, ручная роспись, естественно. Без сколов, без трещин. Хорошая сохранность. Вот здесь когда-то этикетка была приклеена. Винтажная, 200 гривен. Она у нас 6,5 сантиметров высота. И маленькая вазочка из стекла. Тяжелая, толстостенная. Это гудная работа. То есть это вручную сделанная вазочка. И у нее, видите, толстый такой шлифованный. Толстый шлифованный низ. Вот это не знаю. Видите, такая выемка. Может быть приобретенная. Но мне почему-то кажется, что это может быть и заводской момент. Вот здесь есть потертость, понятно. Вазочку передвигали. Вот она такая карамельная. И у нее такая практически неуловимая. Есть какая-то дымка перламутровая в стекле. Вот вазочка крохотная. И она такая в стиле Вас Веры Мухиной. Возможно, это Ленинградский завод. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но она хорошенькая. Вот очень, очень, очень симпатичная вазочка. Для маленьких цветочков, для маленьких букетов. Тоже можно собирать вот такую коллекцию миниатюрных вазочек. 350 гривен и 200 гривен ценника. Высота стеклянной, по-моему, я не сказала. 7,5 сантиметров. Все у меня есть в инстаграм. Практически все, что сегодня показываю. И то, что из предыдущих видео. Так что подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочку на инстаграм, также на мой вайбер, ватсап. Если захотите что-то приобрести, вы найдете в описании под видео и в комментарии под видео. Пишите, звоните и делайте заказы. Старенький чайник-кофейник. Это у нас доубышский фарфоровый завод. Рисунок деколь. Скорее всего, здесь должна быть крышка. Хотя, не факт. Видите, выемки под крышку нет. Возможно, я нашла на одной площадке. Было описание, что это кувшин с носиком. Не знаю, ничего. Мне как бы первый раз попалась вот такая вот посудина. Тоже, если вы знаете, должна ли вы здесь крышка. Только точно, если знаете, напишите. Вот. Не комплект это или это все-таки вот так и продавалось. Есть здесь небольшой скольчик на носике. Совсем крохотный. Тоже есть в инстаграм подробные фотографии. Вещь тоже коллекционная. Очень будет симпатично использовать как вазу. Особенно под полевые цветочки. Такие вот простенькие. 12 сантиметров высота. Клеймо 1953-1957 годы. Позолоты нет. Обводка краской. Такой симпатичный чайничек в коллекцию. Стоит недорого, потому что на носике небольшой скол. Так бы в разы был ценник дороже. Стоимость 350 гривен. Да, 300-300. Маленький кувшинчик. Клубное стекло. Думаю, что это львовский завод. То есть это ручная работа. Очень красивое сочетание цветов. Позитивные оранжевые. Немножко такое желто-зеленый еще добавлен. Такая миниатюрка. Они обычно бывают так чуть побольше. среднего. Более вот такие миниатюрки как-то встречаются редко. Есть пузырьки в массе стекла. Без колок, без трещин. 150 гривен. Высота максимальная 12 сантиметров. Всегда, когда вижу, беру вот эти вот тыквы. Это у нас городница. В отличном состоянии. Без колок, без трещин. 1500 гривен. Насыщенный цвет. Бывают разные по насыщенности. Тоже здесь удобная ручка. И масленка, и сахарница. Можно ее вполне использовать и как шкатулку. Все целенько. Пока еще фотографии в инстаграм не делала. Если успею сделаю, если нет, то уже как-то в следующий раз. Но у меня еще есть в инстаграм и кузнецовские тыквы. Они с дефектами, со склейками. Но редкие. Сейчас таки найти очень тяжело. Вот это в продаже 1500 гривен. Наличие еще два бокала с ручной насечкой. Здесь орнамент. Вот такая ножка красивая. Без колок, без трещин. два одинаковых по 150 гривен. Будет продаваться парой. Высота 15 сантиметров. Такие широкенькие они удобные. 8 сантиметров. Где-то 250 миллилитров приблизительно. Удобные. 150 гривен. За 1-300 гривен вот такие два бокала. И из этой же серии вот такие маленькие бокальчики под крепленое вино. либо просто небольшой как бы объем. Можно под ликер в принципе какие-то такие напитки. Та же самая форма ножки. Тот же орнамент нанесен вручную. И они выдувные тоже. Также каждый по 150 гривен тут можно попарно. То есть 300 гривен также будет за два бокальчика небольших. Высота 12 с половиной сантиметров. Где-то на 150 миллилитров приблизительно. Два бокальчика хрустальных немецких. Коньячные они небольшие. Скорее всего дамские. Здесь у нас идет ручная гравировка. На одном изображено болото и летят утки. Пара. Это у нас выдумной хрусталь. А на втором наверное глухарь. лес. Ели. Очень тоненькие. Сохранились сертификаты. Сейчас вам покажу. Написано что это хрусталь. Без колок, без трещин. Будет продаваться в паре. Два бокальчика хрустальных коньячных. 600 гривен. Бокалы также годное стекло. Ручная работа полностью. Насечка здесь вручную. Такие легкие веточки с листиками. Очень красивая ножка. 150 гривен каждый такой бокал. Это винные. Тоже винные. Возможно шампанки. Такая же гравировочка здесь идет. Ножка. Все один и тот же дизайн. Каждый бокальчик по 150 гривен. Вот такая первая модель 3 в наличии. И вот такие вот 4 штучки. Высота шампанки чуть больше 20 сантиметров. И винные чуть больше 19 сантиметров высотой. Это у нас уже хрусталь шампанки-креманки. Производство Югославия. Ручная алмазная грань. Рисунок ананас. Состояние новых. Естественно без сколов, без трещин. Высококачественный хрусталь. Звон. Такой длится продолжительное время. Будет продаваться. В наличии их 4 одинаковых. Будет продаваться попарно. 1500 гривен за 2 вот таких шампанки-креманки. Высота 14 сантиметров. Ширина поверху 9 с половиной сантиметров. И объем чаши 350 миллилитров. У нас есть вот такой лебедь. Обычно они попадаются прозрачные. Из бесцветного хрусталя. На этот видите здесь цветные вкрапления. Это полностью ручная работа. Скорее всего гусь хрустальный. Красивый такой благородный. Вот так вот звенит. Высота его 12 сантиметров. Стоимость 200 гривен. Два набора из большого комплекта. Отличное состояние. Это у нас хромированный металл. Ручки карболит. Никаких утрат я здесь не обнаружила. Молочник. Со знаком качества. И один и второй предмет. Комплект стоит 300 гривен. И сахарничка. У нас в этот раз было большое количество всяких пузырьков от стареньких духов советских. Журнал также был очень интересный. С 39 года. Журнал мод. И вот у меня осталось несколько флакончиков. Духи. Здесь были ландыш серебристый. На обратной стороне. Вот там печать. Это у нас 1955 год. Целенький флакончик. Кто коллекционирует. За 300 гривен нужно забрать. Далее флакон от духов былина. Очень редко встречаются. Там вот есть штамп новая заря. Также 300 гривен. Целенький. И вот этот флакон. Здесь наверное это подборная крышка. Но крышка очень ценна. Редко они остаются в целости и сохранности. Здесь все целенькое. И это скорее всего флакончик от духовного заря 30-е годы. Если я не ошибаюсь. 30-е и 40-е. Вот. И сейчас я вам покажу как светится и сам флакон. Вот старое стекло воев в лучах. Это мой инстаграм фотография. Вот так светится крышка. И скорее всего крышка это от духов. Где-то девятисотых годов. Выпуск. Так. Нашла я был такой. То ли производитель духов. То ли возможно это была какая-то торговая марка. А.М. Остроумов. Вот. Тоже у нас в продаже. Бутылочка 250 гривен и пробка 350. И вот журнальчик забрали. Есть в наличии у нас выкройка домашнего халата. Это у нас 1953 год. Выкройка там в наличии. В принципе сохранность хорошая. Видите. Вот здесь только надрыв. Так. Сейчас тоже покажу вам в инстаграм. Вот. Делала фотографии. И вот так выглядит. Там получается три листа с выкройками. Я думаю что все в наличии. 500 гривен. Вот такая вот выкройка. И хотела уточнить. Вот размер 46-48. Но в принципе это уже вещь коллекционная. Те кто собирает вообще этого временного периода какие-то предметы. покупают и вот такие вот интересные вещи. И вот в очень хорошем состоянии горчичница. С надписью Славутич. Были такие вот комплекты с подставками. Возможно у вас где-то утерялась именно горчичница. Ну ее можно конечно же и саму по себе купить и вполне использовать. Не только для коллекции. Но состояние у нее как видите коллекционное. И что здесь главное. Родная вот эта вот ложечка для горчицы сохранилась. Это очень важно. Такие мелкие нюансы. Они зачастую теряются. 100 гривен такая горчичница. Шкатулка-ларец. Из дерева фундаментальная. Такое дерево тяжелое. Очень хорошая качественная ручная работа. Просто вот в кустарных условиях такое не сделаешь. То есть это должно быть специальное серьезное оборудование. Здесь она окрашена вручную. Вот эта плакетка. Очень красивый бархат качественный внутри. Я думаю что ей не пользовались. Видите нигде не затерто. Не поцарапано ничего. Никаких заломов нет. Красивый цвет очень. Состояние прекрасное. Достаточно вместительное. Видите вот такая глубокая дерево. Экологически чистый материал. Ручная работа. Сложная работа. Вот так выглядит с обратной стороны. Все чистенько. То есть она не заюзанная. Не потертая. Хорошо лак также сохранился. Ну и вот это конечно же резьба по дереву. Идет в центральной части. Вот такая вот шкатулка варит. Стоимостью 600 гривен. Высота где-то 10 сантиметров. И тут шестигранник от нас. Получается где-то 17 сантиметров. Вот такой маленький кролик. Раньше попадались часто на барахолках. Сейчас уже и таких кроликов достаточно редко можно увидеть. Хорошая сохранность. Они обычно идут с потертостями позолоты. Вот все целенько. 150 гривен. Первый сорт. Вот возможно у вас есть один в пару. Второго обычно берут. Второго. Шесть с половиной сантиметров высота. Два предмета из сервиза. Сирень. Старенькая. Видите какая пышная здесь ветка сирени. Маленькие также букетики между ними. В центре золотой. Золотая веточка. Это у нас пятьдесят шестой год. Без трещин. Она целенькая. Здесь по борту есть где-то микро-микро скол. Также фотографировала в инстаграм. Сейчас как-то и не видно. Он реально вот очень-очень маленький. В одном месте вот такой вот микро-микро чип. Вот эта вот сухарница будет продаваться. Можно будет выкупить отдельно. Можно будет соответственно с заварочным чайником. Вот такая красота. Чайничек без скулов, без трещин. Есть потертости. Также пятьдесят шестого года. Это из одного сервиза предметы. Вот такая вот красота. Тоже есть фотографии и подробное описание у меня в инстаграм. Тоже редкость в наших краях. Потому что приехал издалека этот сервиз. Возможно вы знаете клеймо. У меня были предметы с таким клеймо очень давно. Потому что, как я повторюсь, попадаются очень редко. Это у нас Кировобадский фарфоровый завод Азербайджан. Ручная роспись. Хорошая сохранность. Позолото. И комплект полный. Шесть чашек. Шесть розеточек. Шесть блюдец. Посмотрите, как богато оформлено. И шесть десертных тарелочек с широким бортом. Состояние приблизительно у всех одинаковое. Также есть сахарница. Тоже сохранность позолота очень хорошая. И чайник. Очень удобная ручка. И вот такая вот форма необычная. Позолото видите. И внутри носика сохранилась. Крышечка родная. С дырочкой для пара. Можно будет выкупить, как и полным комплектом. Также можно будет выкупить отдельно чайник. Отдельно сахарницу. И будем продавать вот такими комплектами. Чашка, розеточка, блюдце и тарелка. Значит, чайник 500 гривен. Сахарница 450. И шесть комплектов по 500 гривен. Брошь из шестидесятых-семидесятых. Аврора Бариалис. Северное сияние. Очень красивые кристаллы. В крапанах. Видите, она двухъярусная. Рабочий замочек. Амальгама по центру. Видите, как хорошо сохранилась. Она без реставрации. Старенькая. Еще вручную собиралась. Все. Очень красивый. Такой прям внутри. Вот этот кристалл. Он такой желто-розовым. Отливает. Шикарный. Все вставочки родные. Чехия. Возможно, Чехия. Но, может быть, и какой-то из наших отечественных заводов делает. Но все, кто хорошо разбирается в бижутерии, сказали, что это Чехия. Четыреста гривен. Такая большая. Хочу сказать. Так она где-то четыре. Чуть может быть даже больше сантиметров. Вот такая красотка. Четыреста гривен. Брошь. Блюдца от очень редкой чайной пары. Это у нас Дмитровский фарфоровый завод в вербилках. Клеймо 1951-1954 годы. И посмотрите, какая сохранность. И крытье в прекрасном состоянии. Краски. И вот эта позолота. Роспись. Это называлось лист смородины. Чашечки к ним и шли бочонком форма. Вот. Одно такое блюдце есть в наличии. В прекрасном состоянии. Стоимость шестьсот пятьдесят гривен. На пятнадцать с половиной сантиметров в диаметр. Блюдце коллекционное. Не в пользование. Пользоваться ну как бы уже. Ну жалко просто. Тем более такое состояние. Так поставить на подставочку. Будет красиво и на металлическую. Ну вот если у вас нет. Можно у нас приобрести вот такие вот. Пластиковые. Для блюдец. Для десертных тарелок. Для больших блюд. Есть в наличии разные размеры подставочек. Тоже можно у нас заказать. Вот такой вот большой бокал. Ну тут пол литра точно. А может быть и даже чуть больше. Это у нас доубыш. Но уже такой по моему пусть советский. Рисунок деколь. Но деколь шикарнейшая. Видите какая. Круговой рисунок. Написано ярмарок. Шикарный бокал. Но здесь был. Видимо маленький скольчик. И сделали запил поверху. Вот в этом месте. Вот из-за этого стоимость бокала. 150 гривен. Всего-навсего. Для коллекции. И также в пользование пойдет. Высота бокала. 12 сантиметров. Он огромный. Две маленькие розеточки. Либо порционки. Это для тех, кто собирает фаянс. У нас каменно-бродский фаянс. 60-70-е годы клеймо. Две одинаковых. Без скулов, без трещин. Вот такие птички симпатичные внутри. Будет продаваться парочкой. Пара таких порциоников стоит 200 гривен. Диаметр 13,5 сантиметров. Сахарница с ручной росписью. Это у нас вербилки. Стоимость 600 гривен. Клеймо 1965-1991 по-моему так. Очень красивая. Крытье в хорошем состоянии. Краски. По золоте есть незначительные потертости. Все целенькое. Без скулов, без трещин. Дешевое блюдо фаянсовое. Это у нас тоже каменный брод. Диаметр его 30,5 сантиметров. Скулов, трещин нет. Есть вот такой кракелюр временной. Это у нас рисунок. Я так понимаю, был сделан штамп. И потом шла подрисовка фона. Сколов, трещин нет. Клеймо. Я сказала кракелюр. Есть 600 гривен стоимость. По позолоте есть потертости. Незначительные, но это на 60-е и 70-е годы тоже. Красивое, эффектное блюдо встречается редко. И у нас есть наборчик вот такой для десерта. Он состоит 6 ложечек. Лопаточка для торта. 6 десертных вилочек. Ложка у нас для сахара и для крема. В родной коробке. Это металл. Все предметы тяжелые. Состояние новых. Так, в немецком стиле. Такой дизайн. Лопаточка. Ложка для крема. Ложечка для сахарницы. И вот такие. Здесь ложечки именно чайные, не малюсенькие кофейные. То есть можно будет десерт и ложечкой кушать и вилочкой. И вот такие вот вилочки. Даже кулечки сохранились. Вот такие вилки. По книгам у нас есть несколько предложений. Это у нас город Ломоносов. Дворцово-парковые ансамбли восемнадцатого века. Хорошее состояние. Семьдесят девятый год. Очерк по истории. Ансамбль большого Меншиковского дворца. Так. Также есть текст на английском языке. И вот фотографии. Иллюстрации. и цветные и чёрно-белые. И цветные и чёрно-белые. состояние отличное дальше сергей михалков дядя стёпа рисунки коровина большой формат и альбома и вот этой книге хорошее состояние выпуска хотела это у нас 2011 год в четырех частях все чистенько дальше карл росси автор тарановская сохранилась супер обложка состоянии восьмидесятый год архитектор градостроитель художник а также исторические данные схемы планы фотографии есть еще также на цветные фотографии интересно для тех кто увлекается историей архитектурой у нас современный советский гобелин но современно это по моему на 60 или на 70 до 1979 года большого формата альбом такие станки ткацкие здесь работаем так же как в интерьер это все вписывали это гобелин и делали скорее всего на заказ под какие-то административные здания учреждения в ресторанах у нас еще до недавнего времени вот на проспекте был магазин океан и еще пару месяцев назад можно было видеть там вот такое пану гобелин сейчас делают ремонт наверняка уже куда то его думаю что судьба его печально мы успели сфотографировать этот холл там такие люстры тоже вот семидесятых годов шестидесятых были интерьерах вот ресторан и сцена хочу вам показать вот видите вот такой гобелин а это магазине океан на втором этаже на первом магазин был рыбный когда-то а на втором ресторан и вот такие люстры были и вот подобного плана пану так что если где-то видите старые интерьеры вы фиксируйте потому что завтра их может уже не быть там пар по разным причинам мы успели как друзья спасибо вам огромное за внимание жду ваших заказов и желаю вам всего самого-самого доброго мирного неба крепкого здоровья и благополучия до новых встреч на канале пока